Ну наконец-то это случилось! Я нашёл рецепт скрещивания! Кстати, всем привет, ребята! Меня зовут Нубик Алексис, и добро пожаловать на моё новое видео! И я сейчас вам объясню, что происходит. Вы просто, наверное, в шоке, вы не понимаете, что это такое, что это за лаборатория, какие-то книги, компьютеры, да? Давайте я для начала сниму шлем, чтобы вам было лучше меня видеть. Дело в том, что я начал работать на правительстве. Ребята, я хочу вам сказать то, что работая на правительство, вы получаете очень много привилегий, да? Во-первых, очень много денежек вы начинаете зарабатывать. А ещё знаете что, ребят? Сейчас я вам покажу. Смотрите, правительство предоставило мне собственную охрану! Вот это бойцы, они меня слушаются! Это моя охрана! И, кстати, да, вы, наверное, заметили эту вот... такую вот железную коробку. Короче, сейчас я вам всё объясню, ребятки. Я нашёл рецепт скрещивания, и в мою голову пришла такая вот идея. А что будет, если скрестить поезд-пожиратель, кстати, который... у меня уже есть его частичка, вот это мясо поезда-пожирателя, с сиреноголовым, которого мы должны с вами сегодня ещё поймать. Ребят, вот что будет, если скрестить эти два страшные вида? Но, знаете, я кое-что туда добавил в их ген. Я добавил в их ген ген собаки. Вы, наверное, поняли, почему я именно этот ген выбрал, потому что, ну, собачки, они нас слушают. То есть, я хочу, чтобы этот монстр нас слушался, ребят. И поэтому правительство очень хорошо, как бы, ко мне относится, очень много финансов. Вот, смотрите, у меня изумруды уже... целый стак изумрудов. Но также, друзья, у меня к вам есть небольшая просьба. Перед тем, как мы начнём, я буду вам очень сильно благодарен, если вы не поленитесь и поставите лайк. Давайте хотя бы наберём тысячу лайков под этим вот видосиком. Я уверен, что у вас всё получится, ребятки, потому что вы самые лучшие у меня. Итак, я вам так и не сказал, почему там та клетка стоит. Дело в том, что здесь всё абсолютно подсоединено к этому раздачку, ребятки. Да, вот сюда нужно поставить, получается, мясо нашего поезда пожирателя и потом мясо сиреноголового, которого мы найдём. Ну, я надеюсь, что мы его всё-таки найдём. Сиреноголовый обитает по ночам. Ещё, в принципе, ночь будет не скоро. У нас есть ещё время, мы сейчас ещё пообщаемся. Я вас введу в курс дела. Короче, всё подсоединено к этому раздачку, ребятки. И когда мы его активируем... Ну, я его сейчас могу, конечно, активировать. Видите, вот всё зажглось. Всё зажглось, всё как надо. Но там ничего не произошло, потому что в раздачке ничего нет. Так, программа ещё не запущенная. Ну, так вот, когда в раздачке будут все необходимые вещи... Ребят, вот здесь вот должен появиться монстр. Да, раздачник его должен выплюнуть просто. Мы с вами посмотрим, что это будет. Я сам ещё не знаю, ребят, что это будет. Видите, вот охрана. Она, короче, будет реагировать на всё. Вот они о чём-то общаются. Эта охрана будет реагировать, ребятки, на агрессию того монстра. Кстати, все жители, ребят, находятся вот в той части нашей деревушки. Просто, как бы, им сказали сюда не подходить. Это всё, ребят, делается ради их блага. А чё там уже скоро будет, наверное, ночь, да? Поэтому давайте я всё-таки, наверное, экипируюсь. Нужно ещё взять оружие. Но также, ребятки, перекусить не мешало бы. Да, правительство финансирует нас очень жёстко. Смотрите, вот тут сэндвичей целая куча. Потом есть ещё такие вот сэндвичи. Ладно, давайте я, конечно, пойду покормлю ещё этих наших солдатиков. Потому что они пойдут со мной, ребятки. Я сам в лес не пойду. Так, ладно, на, держите, покушайте. И тогда... О, скоро будет, кстати, закат. Так, всё, быстренько, ребятки. Быстренько, нужно спешать. Нужно спешать. У меня здесь есть лук, стрелы. А также, знаете что, ребят? Я возьму свой меч и зелье. Так, зелье регенерации, зелье исцеления. Давайте возьмём зелье регенерации. И возьмём зелье исцеления. Это что такое зелье слабости? А, это для них, да? Зелье силы. Но есть смысл выпить это всё, да? Когда мы встретим сиреноголову. Поэтому я всё это с собой возьму. О, кстати, ребятки, настала ночь. Я ещё самое важное забыл взять. Так, шлем одеваем обязательно. И я ещё, ребятки, забыл взять фонарь. А ну, давайте мы её проверим. О, отлично. Отлично. Неплохо, в принципе, так светит фонарь. И можно, в принципе, выходить на улицу. Давайте дверку закроем. Так, всё, отлично. Фонарик включаем. Охрана на месте. Ну что, вы пойдёте тогда со мной. Потому что я один не справлюсь. Я надеюсь, что вы подготовлены. И у вас есть оружие. Короче, жители говорят, что они видели сиреноголового где-то за речкой. Речка находится вот в той стороне, если я не ошибаюсь. Давайте все пошли за мной. Так, вы что там, есть какое-то у вас оружие или нет? Нам оружие безнадобности. Мы владеем боевыми искусствами. Мы отметили бы этого сиреноголового. Так что не переживай. Ну, не знаю. Посмотрим, конечно, как вы себя поведёте. Так, будем надеяться, что это правда. Так, ребятки. Наверное, что я сильно палюсь. То, что я свечу светом, да? Но если выключить фонарь, тогда вообще ничего не будет видно. Так, я, кажется, что-то услышал. Все сюда, все ко мне. Где-то вот в той стороне, по-моему. Да, ребята, вон. Вот там он, вдалеке, смотрите. Вдалеке мы его нашли, мы его нашли. Так, все готовы. Все готовы атаковать. Так, хорошо, давайте тогда ближе подойдём к нему. Мы должны напасть на него неожиданно. Он очень сильный, очень силён. Поэтому я думаю, что я выпью зельки. Вам зельки не нужны, в принципе. А мне, думаю, что понадобится. Так, давайте выпьем зелье силы. Так, выпиваем дальше зелье регенерации. Это если вдруг он меня бить будет. Ещё можно выпить на всякий случай зелье исцеления и... Ну что, ребята, если вы готовы, тогда давайте, давайте, давайте. Нападайте на него быстрее, 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 быстрее. На, получай. Давайте, ребятки. Я у вас верю. Сейчас постреляем у него из лука. Я вот, ребят, не знаю, что лучше делать. Либо светить им, либо просто... Блин, что-то ещё фонарь перестал работать. Так, давай, 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 бейте его, бейте его все. Нам главное добыть с него какое-то мясо. Чтобы, чтобы в ДНК добавить, чтобы добавить в тот раздатчик. Ребят, я, если честно, даже не знаю, какой монстр появится. Но будем с вами надеяться, ребят, что у нас всё получится. Ееееее! Солдатки его коцнули. И с него выпало мясо. Так, отлично, ребята, отлично. Хорошая работа. Солдаты, все живы. Так, первый, второй, третий, четвёртый. Отлично. Блин, ребят, всё-таки очень хорошо. Всё-таки какую же сильную армию мне правительство прислало. Да, ребят, очень хорошая работа. Вот, в принципе, и утро началось. Фу, если честно, я немножко проголодался. Я перекушу. Вы есть хотите или нет? Нет, будем голодны. Но ты бы лучше поспешил. Потому что, сам понимаешь, люди, на которых ты работаешь, очень серьёзные. Да-да-да, я всё понимаю. Ладненько, не будем тогда тянуть. Жители там находятся, жители не подходите сюда. Я вам потом всё объясню. Ладно, ребят, заходим сюда, закрываем дверку. Фу, и скидываем всё ненужное. Так, это скидываем, скидываем, скидываем. Фонарь мне не нужен. Вот, две самые важные... Два самых важных ингредиента, ребят, которые нам понадобятся. Ну, меч на всякий случай возьмём. Потому что я не знаю, ребят, что получится. Что получится вообще создать. Потому что мы создаём, ребят, что-то новое. Так, давайте я ещё перечитаю. Так, это добавить, значит, сюда. Потом... Ага, всё, я понял. Тут всё правильно. Здесь тоже всё хорошо. Зельки подогреваются. Они должны быть обязательно тёпленькие, ребятки. Обязательно тёплые. Что это такое? Чё там? А это вы тут бегаете? Вы тут охраняете, да? Ладно, короче, охраняйте дом, чтобы сюда никто не пришёл. Окей? Всё. Так, тут что у нас? Давайте запускать тогда программу. Так, всё, программа загружается. Отлично, отлично. Тут тоже всё. Всё супер. И теперь, ребят, можно вот сюда вот добавлять наши ингредиенты. Нам нужно добавить ДНК пёсика, ребят. Но вы не переживайте. Этот пёсик, он как бы погиб своей смертью от старости. Это был пёсик одного моего хорошего знакомого. Он прожил 12 лет, представляете? Это реально очень хорошо. Он был очень добрый, очень послушный. Выполнял все команды. Поэтому я решил именно взять его ДНК. Так, всё. Я надеюсь, что, ребятки, всё получится. Так, программа уже практически запустилась. Ну что ж, ребят, если вы готовы, тогда я нажимаю на этот рычаг и вот что будет. Так, всё заработало. Ребят, всё работает. Всё работает. Так, ну что-то ничего не произошло. А вообще, мы правильно с вами всё сделали? Ладно, давайте выйдем тогда на улицу, посмотрим, что там на улице. Солдаты, что услышали? Ребята! Ребята, у нас всё получилось. Посмотрите. Посмотрите, что это такое. Ребят, это, смотрите, полупоезд-пожиратель. Ну да, у поезда-пожирателя вот такие вот зубы. А также он очень сильно похож на сиреноголового. Но поезд-пожиратель, это как поезд. Он на четверненьке бегает. Это, смотрите, этот бегает на двух лапах. Смотрите, какие у него коготки. Я до последнего сомневался, что у нас что-то получится. Ребят, но это действительно так. Мы с вами это сделали. Это прорыв в науке, ребята. Это просто капец какой-то. И теперь единственное самое главное то, чтобы... О, я надеюсь, что он не будет злой, не будет нас атаковать. Давайте мы возьмём тогда кирку нашу и освободим его. Просто, знаете, блин, я в шоке. У меня эмоции переполняют. Да, они меня настолько сильно переполняют, что... Фу, я надеюсь, что всё будет реально, всё будет классно. Так, солдаты, ко мне, сюда. Фу, ну что ж, была не была. Давайте я тогда разобью проход. Так, разбиваем, разбиваем проход. Иди сюда. Ты будешь выходить? А ну-ка, выйди сюда. Ну же, давай, иди сюда, не бойся. Мы тебе не навредим. Ребят, он подошёл к этому солдатику. Так, солдат, только не атакуй его. Я тебе умоляю, пока его не трогай. Мы должны дать ему понять, что мы мирные. Всё хорошо, не волнуйся. Можешь побегать, посмотреть на новый мир. Вроде бы они нашли общий язык. Так, чего? Ты чего? Ай! Блин, ребят, смотрите, он всё-таки злой. Эти солдаты начали меня защищать. Какие молодцы. Блин, ребят, чё-то пошло не так. Вы помогайте своему, этому союзнику. Помогайте своим товарищам. Ну это просто капец какой-то, ребята. Блин. Что-то у нас было неверно. Что-то какое-то ДНК. Наверное, ДНК пёсика не сработало, мне кажется. ДНК пёсика не сработало как надо. Ну, тогда, в принципе, солдатики разобрались. Реноголом. Чего он? Чё, одного уже грохнул? Ребята, он уже одного солдатика грохнул. Нужно помогать. Нужно срочно помогать. Давайте все вчетвером на него нападаем. Блин, я думаю, что в следующий раз я обязательно что-то исправлю. Я исправлю недоработки какие-то. Блин, а он бьётся-то очень сильно. Чё, ещё одного солдатика грохнул? Блин, нападаем на него быстренько. Бьём его все максимально сильно. Всё-таки лучше бы вам, конечно, какое-то оружие правительство подкинуло. Вот реально, было бы больше пользы. Давай-давай-давай, один на один. А нет, три на одного. Так, ребятки, три на одного. Есть! Мы его замочили. Блин, мы потеряли двоих наших. Вы представляете, сколько бы могло пострадать мирных жителей? Потому что это был действительно очень сильный монстр. Он был намного сильнее, чем сиреноголовый. И намного сильнее, чем поезд-пожиратель. Это было какое-то, знаете, ребят, какая-то смесь. Какая-то смесь этого монстра. Знаете что? Вы напишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли мне дальше разбираться в гене этого монстра. Стоит ли мне делать его добрым. А если я его реально сделаю добрым, просто такого монстра я ещё, ребятки, нигде не видел. Представляете, если он будет реально на нашей доброй стороне. Это будет просто супер круто. Но всё будет зависеть, ребят, от ваших комментариев. Если вы будете меня поддерживать, то тогда я обязательно, ну, может быть, в какой-то другой серии постараюсь что-то там доисправить. Может быть, код как-то переписать, чтобы у нас всё получилось и этот монстр стал добрым. Ребятки, ну, а на этом пока своё видео я буду заканчивать. Ну, а кому оно понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами был я, Нубик Алексис в Майнкрафте. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok